Хей, всем привет! Меня зовут Анна Сомна, и сегодня я хочу записать видео, формата которого я не делала очень давно. Это по болтушке, по болтушке, в которых я говорю о том, что меня беспокоит, о том, что меня волнует. И я перестала делиться личными аспектами своей жизни, потому что я считаю это в принципе нормальным, потому что личная жизнь — это личная жизнь. Я смотрю, если я в фокусе... Вроде в фокусе. Окей. Я думаю, что мне в принципе позволено делиться своими эмоциями со своими подписчиками, потому что я на самом деле очень заткучилась по нашему общению, по тому, которое у нас было, господи, года три назад, когда я только начала, и все такие «А, Боже мой, Аня, где же видео?» И два дня только прошло, а сейчас уже проходят недели, и только тогда меня люди спрашивают, потому что я думаю, что вы понимаете, что, конечно же, большинство из вас растет вместе со мной, и у нас есть школа, работа, университет, учеба, у кого что, у кого-то кружки, у кого-то еще что-то, экзамены, и это все понятно. И я всегда была очень благодарна вам за понимание, которое вы мне просто даете. Мне на самом деле очень радостно от того, что у меня довольно понимающие зрители, и очень редко у меня бывает такого, что сейчас, тем более, там раньше, конечно, такое было постоянно. Но я стою в дурацкой позиции такой, я не знаю, зачем я так камеру поставила, на самом деле. Нужно было поставить ее на штатив и сесть куда-нибудь в хорошее место. Я вам хочу показать свой наряд, потому что я сегодня чилю, и у меня сегодня 8 марта, и я такая типа «А-а-а, 8 марта, косички, да, и синие брови обратно!» И знаете, мне на самом деле радостно, радостно, потому что я такая... 2000... какой год сегодня? Я забываю. 2012-го, да, это такая фишка у меня была, синие брови, синие-зеленые брови. И все такие «А-а, ты копируешь со мной!» Кстати, если вам интересны мои мысли по этому поводу, вы всегда можете зайти ко мне на Инстаграм. Я всегда там пишу какие-то посты и часто отвечаю в комментариях. Также спасибо всем, кто стал моим читателем на Тамблере. Я с удовольствием буду туда постеть намного больше всего, чем я делаю сейчас, потому что у меня эссе и работа. И на самом деле я в шоке, потому что я работаю всего два дня в неделю, но эти два дня раньше... Я не знаю, вот что этот человек такой. Я не умею... точнее, не так. Я к учебному процессу отношусь очень серьезно, да, то есть у меня университет, и такая «Все, окей, у меня есть assignment, я его сделаю, я там делаю всякий нот в тетрадах, то есть у меня даже тетрадка здесь есть, не обращайте внимания на бардак». В общем, у меня довольно... то есть я занимаюсь универом, я не знаю, к чему это. В общем, смысл в том, что я буду делать всякие записи и все это дело, но когда я делаю... Не знаю, с эссе, именно с эссе, у меня какие-то проблемы, понимаете? То есть я читала материалы, и такая «Угу, да, у меня сто пятьсот мыслей». У меня даже в этой тетради... я сейчас найду, если я найду, если я по-быстрому смогу найти. Мне кажется, я не могу это найти. Куда это делать? Вот, я нашла! Сейчас, 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 вот. У меня есть специальная даже такая... лист, и там у меня всякие вопросы, у меня все падает. Ну, короче, смысл в том, что я все делаю, но с эссе, именно с писанины, у меня такие, типа, блин, день до сдачи я могу это написать, то есть... На самом деле, это очень плохо. Я не знаю, почему, но я не чувствую какой-то pressure. Я не чувствую, что мне это нужно делать сейчас, хотя мне нужно было сделать драфт. Я такая, о-о-о, что, есть дедлайн? Что такое дедлайн? Неважно. Да, в общем, не знаю. Хотела, наверное, сказать о том, что у меня странный период жизни, когда я работаю, и два дня в неделю у тебя отнимают столько времени. Я, на самом деле, в шоке. Я в фокусе. Да, два дня в неделю отнимают просто... Когда ты работаешь, ты, день, ты приходишь домой, и у меня реально настолько физическая усталость, что... Я помню, когда я ходила на гимнастику, когда я была помладше, у меня была такая физическая усталость. То есть я прихожу с тренировки, и я такая... Вот именно вот так вот. То есть у меня вообще ничего нормального нету. Мне нужно просто лечь и лежать, и всё. Это мой вечер. Спасибо, до свидания, да? А сейчас я прихожу с работы. Не помните, неправильно. Я, кстати, работаю... Немножко хочу поговорить об этом, потому что для меня это важно. Я очень горжусь этим. Я зарабатываю деньги. Я коплю себе на мак, чтобы делать хорошее видео. Потому что у меня... Я вообще понимаю столько вещей, что я настолько не раскрываю потенциал свой на ютубе. Я просто записываю видео, болтаю, да? Окей, мы с вами разговариваем. Я это очень сильно люблю. Но я хочу делать DIY. Я хочу делать аутфиты те же самые. Я, блин, человек женского пола. Мне хочется таких вещей. Да, конечно. Хочу показывать, как часто я свои какие-то брови или ещё какую-нибудь хрень. Вы же меня постоянно спрашиваете. И я тоже этим хочу всем заниматься. Просто от... Как это? From bottom of my heart, да? То есть я хочу это делать, но у меня нету... Я тоже не хочу смотреть на свой компьютер. Я коплю на мак. Я работаю. Всё будет. Не переживайте. Я сама не могу этого дождаться. Но тем не менее. Сейчас я работаю в тату-студии. И моя задача... Я не делаю никаких эскизов. Я не татуировщик. Нет, мне это не привлекает абсолютно. Как профессия, как карьера. Я в будущем собираюсь быть self-employment. То есть это будет мой собственный бизнес. На бумажках. Ну, это так. Это формальности. В общем, суть в том, что в будущем я буду делать пирсинг и делать дреды. Потому что я могу. И как бы, да. Вот. Но сейчас я работаю, во-первых, со своими, со всеми друзьями. То есть я всех мужчин. Этот мужской коллектив я уже знаю на протяжении двух лет. То есть для меня это не какой-то типа там официальный... Боже мой. Нет. Это работа с друзьями, я бы сказала. Что, честно, мне настолько вот удобно в этом плане. Потому что я знаю людей. Я знаю, что они от меня хотят. Я знаю конкретно, что мне нужно делать. У нас нет какого-то такого, что типа awkwardness. Какие у меня обязанности. Я знаю, что мне нужно делать. И я работаю со стилилизаторами. Надеюсь, я правильно это выговорила. Я даю чай, кофе. И знаете, у меня, кстати, такой прикол. Я не знаю. Потому что, если вы меня знаете, я никогда почти не выхожу никуда из дома. У меня такая social awkwardness. То есть мне тяжело общаться с людьми. И я помню, когда меня в первый раз поставили на телефон или там делали букинг на тату-сеанс. Я такая типа, а, боже мой. При том, что я маленькая. И я вам как-нибудь запишу обязательно влог с работы. Стойка, вот эта, где я стою, она просто здоровая. И я вот так вот из нее выглядываю. И мне кажется, люди меня просто не воспринимают серьезно, которые приходят. Я, мне кажется, разговариваю быстрее. У меня какая-то отдышка началась. В общем. И я, да, я занимаюсь чай, кофе. Чай, кофе. Хотела рассказать прикольную историю. Потому что люди, когда я спрашиваю, о, вы хотите чай или кофе? И мне говорят, да, что они хотят. Я приношу чай, кофе. И мне такие все, спасибо, спасибо большое. И мне тут эта благодарность, реальная благодарность. То есть, когда люди тебе, взрослые люди, да, туда приходят. То есть, не какие-то, конечно, приходят тинейджеры всякие, да. Но взрослый человек, когда тебе, да, спасибо большое, мне очень приятно, бла-бла-бла. Я такая, у меня какой-то целый новый уровень в жизни появился, когда я начала там работать. Честно. Я настолько, мне кажется, поменялась в этом плане. И я, и вы не успеваете, понимаете, потому что я не успеваю записывать ничего. Потому что все так происходит, и когда у меня есть время, я хочу просто лежать и умирать на кровати. В общем, да, как-то так. И также у меня была фотосессия с немецким фотографом Яном. И у меня даже есть маленький полароид с съемки, который он мне отдал. Радушно. Сделал для меня снимочек. На снимке Татьяна, я и Ян. Я думаю, что я оставлю вам ссылку на его сайт. И я просто хочу сказать, что это шок. Этот человек собирается работать также с Яной Крюковой. Дай бог, у них все получится. С Еленой Шелдин. Я никогда в жизни... Я не знаю, как вы говорите ее фамилию, я прошу прощения. В общем, со всеми этими прекрасными девушками. И я была просто в шоке, когда мы сидели у меня в студии в Англии. И мне этот человек говорит, о, да, я собираюсь поехать в Россию к Яне и Елене. Я такая... Я в шоке. Земля настолько круглая, что у меня голова взрывается от этого. И я, не знаю, я очень безумно благодарна ему за всю работу, за то, что он приехал ко мне. Не знаю, я хочу просто сказать, что этот человек, ну, начал свою карьеру как, по-моему, fashion photographer. Он работал с Кельвин Кляйн в Нью-Йорке. Он работал по всему миру. Но последние 10 лет он занимается именно поездками по, типа, third world countries. То есть, как tribes... Блин, господи, я не объясняю это по-русски нормально. Как всякие племена в Африке. И... Ох, господи. У меня... Если вы меня фолловите ВКонтакте, я постоянно пощу фотки, всякие discovery documentary, еще что-то. Я настолько сильно влита душой в племена, в вот это автономное существование. И мне настолько было интересно с ним поговорить. И эти люди просто настолько простые и душевные. Потому что, например, ну, ночь до этого я спрашивала Хазу там, типа, Как я должна себя вести? Должна ли я там быть какой-нибудь как бизнес-лэри или еще что-то в этом роде? И он такой, типа, нет, просто будь собой. Я такая, ну, окей, ладно. И я пришла. Он меня обнял. И Татьяна меня обняла. И мы пошли сели в косту. И мы сидели, разговаривали. И мне настолько, знаете, не было ощущения чего-то плохого. Я, наоборот, открылась. И на фотосъемке, то... Я не знаю, я просто супер жду этих фотографий. Эти люди настолько потрясающие. И я желаю и Яне, и Лене, и просто, не знаю, наслаждаться работой с ними, потому что они потрясающие на самом деле. Вот. Все! Я записала свои поболтушки, которых не записывала сто лет. Теперь вы примерно знаете, где я сейчас. И я вас очень сильно люблю. Всех милых дам с 8 марта. И мужчин тоже. Почему нет? Я не скриминирую. Увидимся в фоне позже. Пока-пока.